Привет, друзья! С вами канал HiEnglish. Сегодня делаем шестой быстрый тест к учебнику English File Intermediate. Сегодня мы будем говорить о пассиве и будем говорить о модальных словах. Но о модальных словах не все аспекты их будем касаться. Будем касаться deduction. Deduction — это уверенность, то есть может быть положительная уверенность и отрицательная уверенность. Начнем с первого предложения. What kind of food is this? Какая это еда? Дальше написано I'm not sure. Я не уверен. И дальше что у нас? It must be Thai or Indonesian, I think. It can't be Thai or Indonesian. It mustn't be Thai or Indonesian. Что вам нужно запомнить? Когда вы используете must, вы всегда говорите без нот. То есть вы всегда говорите о положительной уверенности. То есть вы уверены в существовании чего-либо без нот. То есть вы не используете must с нот, с отрицанием. То есть смотрите, здесь вариант C уже не подходит. Например, вы знаете, что человек ехал всю ночь и весь день на машине, и вы говорите, наверное, он устал. То есть вы на сто процентов, практически на сто процентов уверены, что он устал. И вы скажете he must be tired. He must be tired. Somebody was driving 24 hours for 24 hours. So you say this guy must be tired. He must be tired. Или, например, вы нашли коробку, она очень легкая. Вы говорите, она, наверное, пустая. It must be empty. It must be empty. То есть это такая положительная уверенность. Вы с must, когда вы говорите о уверенности, не используйте not. Когда вы уверены в отрицательном ключе, в том плане, что вы уверены в невозможности чего-либо, вы используете can't. Например, твой кот не может говорить на французском. Your cat can't speak English. Здесь, если вы уверены в невозможности чего-либо, вы не можете использовать mustn't. Вы только can't используете. Your cat can't speak English. Ей не может быть 60 лет. She can't be 60. She can't be 60. То есть там, где вы используете not, вы используете can't, когда вы говорите об уверенности. Там, где вы не используете not, только must можно использовать. Смотрите. I'm not sure, когда мы говорим о еде. Я не уверен, какая еда. И дальше вы себя корректируете. То есть вы говорите о том, что или она не может быть тайско или индонезийско, вы уверены в этом. Или вы говорите о том, что она по-любому или тайско, или индонезийско, и вы так считаете. Здесь или must нужно использовать, или can't нужно использовать. Но смотрите. Фишка в чем в этом предложении? Фишка стоит в глаголе, в этом I think. Если бы не было I think, допустим, я зачеркнул I think, у вас в предложении звучит it be type or Indonesian. То есть здесь вы можете поставить в этом случае как must, так и can't грамматически. It must be Thai or Indonesian. Вы скажете тогда, когда вы стопудово уверены в том, что это или тайская еда, или индонезийская еда. Или вы поставите can't, когда вы стопудово уверены в том, что это не может быть. То есть такая отрицательная уверенность в том, что не может эта еда быть тайская или индонезийская. Почему I think так важен здесь? Потому что если вы используете not, то с not вы не используете I think. Нельзя использовать с not I think. Когда вы используете I think, вы должны построить отрицательное предложение, используя I don't think. То есть I don't think it is Thai or Indonesian. Я не считаю, что она тайская или индонезийская. I don't think. То есть если у вас есть think, вы не можете использовать not, поэтому вы не можете использовать can't, поэтому вы используете must. Все очень сложно на самом деле. Ладно, смотрите, если вы не сильно разобрались, можно это пропустить. Это не очень такой очень правильный вопрос. Второе. The film in New York. So speaking about this quick test number six, we are going to talk about films. Здесь мы говорим о фильмах, поэтому много слов здесь, много лексикой будет посвящено теме фильма. И смотрите. The film in New York is sat in New York, is sat in New York, is sat in New York. Еще раз напоминаю, что мы будем говорить о passive. Помните, что passive, он состоит из глагола be обязательно и глагол в третьей форме, так называемый past participle. И мы говорим, что фильм снят в New York. Если the film is sat in, это не passive voice, это активный стан. То есть фильм is sat in. Кстати, что такое is sat in? Давайте я вам покажу. Sat означает разворачиваться, происходить о действии книги, фильма или спектакля. Например, the novel is sat in London in the 1960s. Действие романа разворачивается в Лондоне в 1960-х годах. То есть мы говорим не о том, где, в какой стране сняли фильм, а говорим, используя sat, о том, сюжет фильма где происходит. Где происходит сюжет фильма. Поэтому the film is sat in New York. The film is sat in New York. То есть сюжет фильма, грубо говоря, разворачивается в Нью-Йорке. То есть фильм не снят в Нью-Йорке, а сюжет, именно действие фильма происходит в Нью-Йорке. Sat нельзя использовать, потому что у нас пассивный, страдательный залог passive voice нуждается в глаголе быть и в глаголе в третьей форме. The third, третье. She be out, the house is dark, and her car's not there. Might – это возможно. То есть здесь вы на 100% не уверены. Must – здесь вы на 100% уверены. То есть скорее всего вы говорите. Скорее всего она вышла. И второе предложение, оно объясняет первое предложение. Смотрите, здесь написано. The house is dark, в доме темно, нет света, and her car's not there. И машины нет. То есть по этих признаках вы делаете вывод, что ее нет. И вы для себя очень сильно уверены. То есть вы бьете себя в грудь и говорите. She must be out. Наверное, она ушла. Если вы скажете might, это показывает то, что вы возможно. То есть то, что вы в русском языке скажете возможно. То есть возможно она ушла. Возможно она ушла. The house is dark, and her car's not there. Это не очень, здесь не лучший вариант. Почему? Потому что у вас есть второе предложение, которое показывает уверенность. Почему ее нет дома? Вы уверены сильно, потому что в доме темно, и машины нет. Number four. Parts of the Harry Potter films in an Oxford college. Filmed, were filmed, were filming. Опять же, не забываем, что мы здесь изучаем passive voice. Страдательный залог. И давайте постараемся перевести это предложение правильно. Parts of the Harry Potter films. Части фильма о Harry Potter. In an Oxford college. В Oxfordском колледже. То есть мы можем сказать, были отсняты в Oxfordском колледже. Parts, смотрите, это множественное число. Когда вы выбираете was filmed или were filmed, тогда вы смотрите на parts. То есть were filmed. И у нас есть еще filmed. Фильмд – это не страдательный залог, это не пассив, это актив. То есть части фильма о Harry Potter кого-то снимали. Нет, так нельзя сказать. Над частями фильма о Harry Potter было произведено какое-то действие. То есть отсняли. То есть отсняли. Were filmed. Были отсняты. Пассивный стан. Еще раз. Вот у нас глагол be. Here we have the be verb. And here we have verb three. So that's why it's passive voice. We are talking about parts of the Harry Potter films. And these parts, they were filmed. Они были отсняты. Были отсняты. Не отснимали кого-либо. Здесь это активный стан. Они кого-то отсняли. Как бы действующее лицо – это части фильма о Harry Potter. Здесь were filmed. Number five. Пятое предложение. Я извиняюсь, но all the tickets – все билеты – have been sold, have been sold, have been sold. Ну, здесь, если вы знакомы с passive, здесь очень просто. У вас есть sell, sold, sold. Это глагол в третьей форме. So here we have verb three. И мы говорим опять-таки в passive. Все билеты были проданы. Вы используете не просто simple какой-то passive, простой passive, а perfect, passive, perfect. Have – у вас есть passive. Состоит из двух частей. Это be и глагол в третьей форме. В третьей форме у вас глагол есть. Теперь вы используете глагол be. Как вы будете здесь его использовать? Смотрите, так как у вас здесь есть have, это значит, что нужно использовать perfect. Perfect состоит из двух элементов. Это have или has и глагол в третьей форме. То есть вы be ставите в третью форму и будет been. I'm sorry, but all the tickets have been sold. Извините, но все билеты были проданы. Number six. If he can't be happy, he can't be happy, he can't be happy, he can't be happy. He didn't get the job he wanted. Давайте разберем это предложение. Он не может быть счастлив. Он не может быть счастлив. Он может быть счастлив. Он не получил работу, которую хотел. Смотрите, здесь опять же таки вы смотрите на второе предложение. Если у вас есть второе предложение, пожалуйста, используйте его, потому что оно в большинстве случаев будет вам подсказывать, что делать с первым предложением, что нужно поставить в первом предложении. Так как он не получил работу, которую он хотел, то в большинстве случаев человек в таких случаях, он не будет счастлив. То есть мы скажем, что не может он быть счастлив. He can't be happy. He can't be happy. He can't be happy, то есть нет, потому что это может быть счастлив. Здесь точно не can't be happy. И can't to be happy, потому что после can't, после глагола модального can, мы не используем to. Now to after can't. So the only option is a. Number seven. The film will be made in Britain. Here we are talking about future. Мы говорим о будущем. Фильм будет сделан в Британии. The film will имеет это делать, производить. Когда мы говорим о будущем, опять же таки, не фильм кого-либо произведет, а фильм будет произведен. То есть мы используем глагол be и глагол в третьей форме для того, чтобы сказать, что не фильм будет производить действие, а фильм будет произведен, сам фильм будет произведен кем-либо. The film will, так как у нас вспомогательный глагол will стоит, после вспомогательных глаголов мы ставим инфинитив, то есть мы не будем been использовать или been ставить, то есть просто будет be. Will be made. Will be made in Britain. The film will be made in Britain. Number eight. This fish has to be, to be ate today, has to be eat today, has to be eaten today. Опять же таки, глагол be и глагол в третьей форме. Постараемся понять предложение. This fish, эта рыба, has to, должна, должна быть. Какая? Съедена сегодня. То есть не рыба должна кого-либо схавать, а сама рыба должна быть съедена кем-либо. This fish has to be, и глагол в третьей форме, eat, ate, eaten, has to be eaten. Passive, passive voice. Number nine. I was disappointed. Я был огорчен. I was disappointed when I saw the film. Когда я увидел, делал фильм. When I saw the film. Why? Почему? Because it, it имеется в виду фильм. Film, the film. It was being dubbed. It dubbed. It had been dubbed. Смотрите. Was being dubbed. Dubbed это дублирован. То есть удаляется оригинальная дорожка, и актеры записывают свою дорожку, переводят фильм и записывают, например, русскую дорожку, удаляя оригинальную, или английскую, или итальянскую, например. Так. И почему я был расстроен? Потому что фильм продублировали. Я ожидал, например, что буду смотреть фильм в оригинале на английском языке, но его продублило, и меня это огорчило. I was disappointed when I saw the film, because it, и смотрите, у вас есть глагол so. So это видеть. Давайте нарисуем такой небольшой там timeline, чтобы было понятней, о чем. Oh, sorry, it doesn't work. Here, смотрите. This is a timeline. You are here. И здесь вы увидели фильм. So saw, and this is past simple. Это past simple. Но до того, как вы увидели, что-то произошло. То есть фильм уже продублировали до того момента, как вы увидели. То есть где-то действие произошло, может здесь, может здесь, может здесь. Мы не знаем где, но оно точно произошло раньше этого момента, раньше того, как вы его увидели. То есть это будет классический past perfect. Это past perfect. Действие, произошедшее раньше какого-то прошедшего действия. Past perfect. Past perfect – это всегда глагол had. Had. Где у нас had, правильно? See. Had been dubbed. I was disappointed. Here you have past simple. When I saw past simple, the film. When I saw the film. Почему? Because it had been dubbed. It had been dubbed. Его продублировали. Дальше. Десятое. Do you know who this building? Вы знаете, кто was designed, is designed, designed this building. Вы знаете, кто сделал дизайн этого дома, например, этого строения? Do you know who designed? Здесь будет designed. Почему? Если вы скажете who was designed, это будет переводиться как, вы знаете, кто был спроектирован. Кто, то есть кто был спроектирован. Это как-то странно звучит. Кого спроектировали? Нет. Do you know, вы знаете, кто, вы знаете того человека, кто спроектировал это здание? То есть здесь это не passive, it's not passive, it's active voice. Это активный залог. Поэтому вы используете designed, не was designed. Если вы хотите построить passive voice, пассивный залог, вы скажете, что this building was designed by Peter Renn, for example. This building was designed by a famous architect. Это строение было спроектировано известным архитектором. В таких случаях это правильно. Сейчас это нельзя так сказать, потому что у вас активный залог. У меня нет ключей. So you might have them, you must have them, you can't have them. I know one of us has them. Опять же таки, я вам рекомендую постоянно смотреть на второе предложение. Второе предложение говорит о чем? I know one of us has them. Я знаю, что один из нас имеет ключи. То есть если вы уверены на 100% что или у меня, или у вас есть ключи, тогда значит вы используете не might have точно. Потому что might have это возможно. Возможно, вы на 100% не уверены. Но I haven't got the keys. Вы говорите, у меня то нет ключей, значит они по-любому у тебя. Вы уверены, это положительная уверенность. Вы используете must have. I haven't got the keys, so you must have them. То есть, наверное, они у тебя. You must have them. Если вы говорите can't have, то есть вы находите ключи в себя и говорите, о, ключи у меня, поэтому ты не можешь их, у тебя они не могут быть. I've got the keys, so you can't have them. You can't have them. Здесь, наоборот, I haven't got the keys. У меня то нет ключей, поэтому, наверное, они у тебя. So you must have them. Number 12. They can't be French. They mustn't be French. They don't have to be French. They are speaking German. Ну, давайте представим ситуацию. Вы стоите возле группы людей, и эта группа людей, они общаются между собой, они общаются на немецком. И вы говорите, они не могут быть французы, они говорят на немецком. То есть, вы практически на 100% уверены в невозможности чего-либо. То есть, смотрите, помните, я говорил вам, если вы уверены, это отрицательная такая уверенность. Уверенность в невозможности чего-либо. У вас есть not. То есть, они не могут, не могут быть французами. They can't be French. Mustn't вы не используете, когда вы говорите о отрицательной уверенности. Только can't. Can't – это минус. Отрицательная уверенность. Must – это плюс, как здесь. I'm not sure. It must be Thai or Indonesian. Это должно быть тайское или индонезийское. I think здесь плюсик. Don't have to – это не обязательно что-то делать. You don't have to go to school at the weekend. Number 13. The museum is at the moment, so it's closed. У вас есть прекрасное слово at the moment. В данный момент. Музей в данный момент. So the museum is being painted. Is painting is being painted. Музей красится. Если вы хотите, если вы скажете, the museum is painting, тогда вы будете переводить как музей красит. А кого он красит? Музей – это он не может красить. Это не человек и не робот. Это музей, это учреждение. То есть, оно не может производить какое-то действие, красить, например. То есть, вы хотите сказать в пассивном стане, в залоге. То есть, the museum is being painted. Is being painted. Это continuous, present continuous, but passive. Когда у вас continuous, продолжительное действие происходит, вы к глаголу be добавляете ing. К любому глаголу добавляете ing. Даже если это be, вы добавляете ing. Being – это уже perfect. Поэтому the museum is being painted at the moment, so it's closed. So, someone is painting the museum, so the museum is closed. The museum is being painted. Again, passive voice. То есть, здесь такая ситуация. Вы, например, работаете в отеле. Вы знаете, что в отеле поменяется ресепсионистка. И ресепсионисткой это будут звать Таня. И вот вы приходите, новая ресепсионистка. И вы говорите hello, наверное, ты Таня. То есть, you must be. You must be Tanya. You must, после must вы не можете использовать to. Поэтому этот вариант a отпадает. Вы не можете сказать you must be Tanya. You must be Tanya. И been не можете использовать, потому что, когда у вас you must и infinitive, это будет you must be, не you must been. Must have been, вы можете сказать. Have been. Ну, must been, нельзя так сказать. Hello, you must. Вы, наверное, Таня. Hello, you must be Tanya. Number fifteen. The best-selling book was written an ex-footballer. Ex-footballer. То есть, the best-selling book, книга-бестселлер, was written, была написана. И когда вы говорите, кем было производено действие, когда у вас пассив, вот, was written, была написана. И говорите, кем действие было производено, используете by, with, вы используете тогда, когда говорите о том, что с помощью чего действие произведено. Например, the window was broken with a stone. То есть, окно как сбили с помощью камня. Смотрим дальше. Number sixteen. Alan not know how to get here. Just a second. Alan may not know. Alan can not know. Alan mustn't not know how to get here from the station. Shall I phone him to make sure? Shall I? Это вежливое предложение. Может мне позвонить ему, чтобы make sure, убедиться. Alan может не знать, как доехать сюда с вокзала. Когда shall I phone him to make sure? То есть, здесь у вас есть второе предложение. И во втором предложении вы показываете свою неуверенность. То есть, может, я не знаю, он может не знать, как сюда доехать с вокзала. Можете ему перезвонить, чтобы убедиться, он знает дорогу, он знает, как доехать или не знает. Поэтому Alan, смотрите, mustn't вы не можете использовать, потому что mustn't – это только когда вы говорите о prohibition, запретах. You mustn't park here. It's illegal, for example. Alan cannot know. Can – не может знать. Нет. May not know – возможно, он не знает. Alan may not know. Can not know. Нет, это неправильно. То есть, только may. Number seventeen. That – be Marcus' sister, but I'm not sure. Опять же таки, у вас здесь есть I'm not sure. Я не уверен. Я не уверен. I'm not sure. Когда вы не уверены, вы используете… Лучше не использовать must или can't, потому что must и can't используются тогда, когда вы очень сильно уверены. А that – когда вы не сильно уверены, вы используете might. That might be Marcus' sister. Это может быть сестра Марка. Марка, но я не уверен. But I'm not sure. Number eleven. I think this bread baked, was baked, was baking last week. I think, я думаю, я считаю, этот хлеб испечен на прошлой неделе. I think this bread was baked last week. Passive voice. Потому что baked – это пек, хлеб кого-то спек. А was baking – это хлеб кого-то спек на протяжении какого-либо времени, в конкретное время, в прошлом. Number nineteen. The castle has in several historical themes. Опять, у вас есть has или have – значит, шансы на то, что будет perfect, какое-то перфектное время. So, the castle has used, has used, has been used. Смотрите, опять, passive. Passive имеет форму be и глагол в третьей форме. У вас perfect, поэтому be встает been. The castle has been used in several historical films. Замок использовали в нескольких исторических фильмах. Number twenty. This shop on Tuesday and Friday next week. Этот магазин on Tuesday, во вторник и пятницу на следующей неделе. Что будет с этим магазином? Он будет закрыт. This shop will be closed. Не closed – не закрыл кого-либо. Потому что вы можете сказать I closed the door two minutes ago. Я закрыл дверь две минуты назад. Это прошлое время. Вы используете closed. Это активный залог, потому что вы это действие сделали. Шоп не может делать этого действия. То есть не шоп закроет кого-либо. А шоп будет закрытым. We'll be closed. Не забывайте. Друзья, ставьте лайки, пожалуйста. Делитесь с друзьями. И подписывайтесь на канал. Хорошо? Договорились? Двигаемся дальше. A film that continues the story of an earlier film. Как называется? То есть фильм, который продолжает сюжет предыдущего фильма. Сцена, сиквел или плот. Сюжет. Конечно, сиквел. Я думаю, все знают это слово. Number two. All the actors in a film. Как называются все актеры в фильме? Это cast, audience или extra? Cast – это актерский состав. Именно cast будет, если вы смотрите фильмы. If you watch films, if you like watching films, you can say at the end of the film they have cast. Audience – это зрители. И extra – это актер массовки. A person who plays a small, unimportant part. Как называется человек, который играет small? Здесь странно. Почему? Потому что сказано a person, а в ответе правильно будет extras, потому что это актеры массовки. А здесь спрашивается о актере массовки. То есть a person who plays a small, маленькую, unimportant, неважную роль. То есть актеры массовки, те, которые, ну толпа людей, да, в фильме показано. Они вообще не говорят, они потом не постоянно, не возникают больше. То есть сняли и забыли. Star – звезда, нет. Audience – аудитория – extras. Но здесь S – лишнее. Или нужно сказать people who play. S – extra. Актер массовки. Number four – the story of a film or book. История фильма или книжки. Это plot – сюжет, script – сценарий или scene – сцена. Конечно, plot – сюжет. The music of a film. Как называется музыка к фильму? Ну, я думаю, вы знаете. Музыка к фильму называется soundtrack. Soundtrack. Нет, subtitles, нет, script. Tick A, B, C to complete the compound nouns. Shop assistant, да. Shop assistant – ассистент магазина, да, продавец. Science film, science script, science fiction. Science fiction, я думаю, вы знаете. Это научная фантастика science fiction. Science film – такого нет. Effects. Какие есть эффекты? Scene effects, special effects, subtitle effects. Конечно же, special effects. Спецэффекты. Action film, active film, acting film. Action film. Action film – это боевик. Active – это nonsense. Active film. Acting – это acting. Играющий. Нет, не подходит. Дальше. Film novel. Роман-фильм. Film adaptation. Film book. Здесь хотят узнать. Вы знаете на английском слово экранизация. То есть есть книга, роман, например. И этот роман экранизирует. Это будет экранизация. В английском языке это будет называться film adaptation. То есть адаптация под фильм. Взяли книжку, адаптировали под фильм, чтобы сделать фильм. Number ten. Historical what. So, historical drama, western, science fiction. Science fiction, кстати, в шестом было уже science fiction. Историческая драма, конечно. Historical drama. Дальше. Quick test. Six. Все еще. Он. И нужно выбрать нужное слово. I like Teresa. She seems so young. And... Carefree это неосторожный. Например, careless driver. Неосторожный водитель. I like Teresa. She seems so young. And carefree. Carefree это такой ничем не примененный человек. Беззаботный. А careful это осторожный. Ну, когда у вас она кажется такой молодой, такой юной. И не примененный ничем. То есть carefree лучше подходит. Лучше всех остальных слов. Number twelve. These shoes are too small. They hurt my fingers. Shoes это обувь. Обувь куда? Надевается на ножки. Не на колени. Не из-за колени. Поэтому обувь может давить пальцы ног. А пальцы ног в английском языке имеет специальное слово. Это toes. Number thirteen. Let's push, not kick a football around on the beach. Давай побуцаем мяч вокруг пляжа. По пляжу, точнее. Push это толкать. Node это кивать. А kick это буцать. Kick ударять ногой. Number fourteen. We like to what? When we go to a party. Dress up. Dress down. Ну это как-нибудь up и down. То есть если вы не знаете dress up, то также вы думаете может быть dress down. And get dressed. Get dressed означает just to put clothes on you. It means get dressed. But here, if you go to a party, you like dressing up. You want to be very beautiful or very handsome. So dress up. Разнаряжаться. Принаряжаться. Dress up. Number fifteen. Don't the food with your dirty hands. So you have dirty hands. So don't taste, no. Don't smell, no. Because you smell with your nose. Вы нюхаете еду носом. Правильно? А руками вы можете touch. Touch. Это касаться. Number sixteen. She thought he was very serious. Она считала, что он очень серьезный. But then he, ну, потом он stared, это смотреть, так, глазеть, nodded, кивнул и smiled, улыбнулся. Да, конечно, серьезный был и потом улыбнулся. Ну, какой же он серьезный, если он улыбнулся. Number seventeen. The show was fantastic and everyone pointed, clapped, looked at the end. This show было фантастическое и каждый, каждый pointed, вказал, clapped, clapped, это указывать пальцем, clapped, аплодировать, looked, смотреть. Каждый clapped, зааплодировал в конце. I turned around, я обернулся when I heard, когда я услышал someone whistle, как кто-то whistle засвистал, throw, бросил, stare. Глазел. Здесь нужно использовать whistle, потому что throw, это transitive verb, переходной глагол, он нуждается в чем-либо. То есть кинул что? Stare, глазеть на что? А здесь можно сказать просто whistle, когда кто-то засвистел. Все, точка. When someone whistle. Joe didn't say anything, but I know she agreed with me. She, Joe, это девочка. Потому что she, она ничего не сказала, но я знаю, она точно согласилась со мной. Почему? Потому что она nodded, кивнула, kicked, это ударила ногой, stared, это глазела. Нет, это не подходит. Twenty. I bit, I bit, bite, bit, bitten, это кусать. I bit my nose, neck, tongue yesterday when I was eating an apple. Когда я кушал яблоко, я укусил, прикусил язык. I bit my tongue. Bit my tongue. И последнее. Это pronunciation. Then tram lane. Здесь bite, I. Smile, I. И lips. Lips. So lips. Дальше. Stare. Air. Face. A. Taste. A. Stare. Дальше. Fair. Ear. Ear. Hair. Fair. Hair. Ear. Ear. Mouth. Mouth. Throw. Toe. Up. Mouth. E. Brown. Ow. Shoulder. Round. Bra. Ra. Show. Shoulder. And the last exercise here. You have to say which syllable is stressed. Fictional. 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 Of course. Fictional. Number seven. Networking. So this first syllable is stressed. Networking. Site. Audience. 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 The first syllable is stressed. Subtitle. 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 Speaking about subtitle, здесь в принципе есть первый слог. Он главный и второстепенный, это title. Subtitle. Number ten. The last. Appearance. 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 Конечно же, appearance. Итак, на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пожалуйста, делитесь с друзьями этим видео и до новых встреч. Пока-пока.